Сотни верующих в ночь с 6 на 7 января пришли в Сухумский кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы встретить один из главных православных праздников – Рождество Христово. Торжественное богослужение в храме возглавил Ирей Виссарион Апле. Как рассказал управляющий Абхазской православной церкви Ирей Виссарион Апле, день Рождества Христово издревле причислен 12 важнейшим праздникам в православии. Батюшка отметил, что согласно божественным свидетельствам Евангелия, описывающего это событие, ангел Вифлеемский возвестил пастухам великую радость, что родился Спаситель, который есть Христос Господь. Слава Отцу и Сыну Семеновому Духу, строится Деносущество Невозделенное. С праздником вас, дорогие братья и сестры. Сегодня величайший день Рождества Господа нашего Иисуса Христова. Бог Отец показывает нам своего сына, чтобы нам, людям, родным человеческим, жить в благочестии и чистоте, чтобы заслоиться этой благой, если евангельской, жить по этому закону, жить по закону добра, по закону благочестия и чистоты, жить для того, чтобы польза была от наших действий, от наших слов, и вообще по мыслениям, зрениям, чтобы все это было, приносило пользу государству, родному человеческому. И вот дай Бог, чтобы и наша страна Абхазская, она многострадальная, а страдаемая от своих поступков, от своего непонимания, от своего незнания вот этого благого, полезного. И дай Бог, чтобы мы все смогли остановиться в один миг и вспомнить Рождество, и что Бог рождается Духом Святым, и что для нас, для нашего спасения, для нашего разумления, для нашего спасения, вот эта Веселемская пещера является спасительным для своего рода человеческого. А тем более для нас, абхазцев, это христолюбивые абазги, это благочестие, чистота, это жить по тому закону, который дал нам Бог. И дай Бог, чтобы все люди, живущие в нашей стране, чтобы абхазцы были примером для этой страны, и все живущие в нашей стране, будут радоваться от того, что носящее имя этой страны благочестиво ведут себя, любят Бога, Творца, Неба и Земли. Я говорю, что он научился любить друг друга. И тех, кто отступил, и тех, кто в больнице сегодня, в темнице. Сегодня день такой радостный, это как бы Рождество. Когда человек рождается, радуемся, здесь Бог рождается, и показывает нам Бог Отец, вот именно вот то богочеловеческое воплощение. И дай Бог, чтобы Бог и человек всегда были вместе, соединены. Это и есть все благое для всего рода человеческого. Богочеловеческое. Ежегодно праздник Рождества Лариса Кабба и ее семья встречают в Сухумском кафедральном соборе. Этот особый день всегда полон новых надежд. И встречать его надо с верой и любовью, отметила прихожанка храма. Искренне поздравляю с этим великим праздником Рождества Христовым. Для каждого православного человека это очень важный праздник. Ожидания, ощущения, конечно, очень волнительные. Всегда надежда, вера, на самом деле, которая помогает жить. И с верой и с любовью можно преодолеть все. И всем желаю силы, веры и надежды, любви. 7 января завершился и 40-дневный рождественский пост. Последний многодневный пост в году, который начался 28 ноября. Праздник Рождества по учению церкви символизирует примирение человека с Богом. Рождество возвещает искупительный подвиг Иисуса Христа и обновление человеческой природы. Поэтому многие прихожане Сухумского собора в ночь Рождества совершили главные церковные таинства – исповедь и причастие. Праздничная рождественская служба в Сухумском кафедральном соборе завершилась к 6 часам утра. Анастасия Никонова, Сосропа Бухава, Абаза ТВ.